здравствуйте дорогие друзья о том что официальная история является всего лишь литературным произведением написанным под заказ мы говорили неоднократно например в фильме который так и называется параллели истории тогда мы подробно разбирали эпизоды мировой истории и сравнивали их между собой как по хронологии событий так и по составу участников и тогда мы пришли к выводу что вся мировая история ранее середина 19 века списана со второй половины все того же 19 века при этом вместо реальных исторических артефактов расположенных на территории нашей страны например сибири нам предлагают изучение например древнего египта говоря вот там была одна из древнейших цивилизаций а сибирь многие официальные историки на полном серьезе называют землей неисторической про сибирь уже вышло несколько фильмов на нашем канале например мегалиты урала или кто уничтожил тартарию или чем на самом деле было татаро-монгольское нашествие посмотрев их вы сами можете решить является ли сибирь землей исторической или нет все ссылки находятся в описании под этим фильмом пожалуйста разверните его прочитайте и если вы не смотрели эти фильмы то рекомендую начать сегодняшний просмотр именно с них так как сегодня будет логическое продолжение начаты них темы и вот сегодня хочу продолжить анализ литературного произведения под общим названием официальная история и предлагаю вашему вниманию к рассмотрению так называемый древний египет почему так называемый да потому что никакой не древний и более того даже не египет по крайней мере то что нам показывает официальная история а теперь давайте обо всем по порядку и начнем мы с мифа про якобы соответствие великих пирамид поясу ориона вместе с навороченными вокруг этого звездными смыслами этот вброс сделаны однажды уже перепостили тысячи грамотных людей и в течение полувека об этом снимают передачи пишут статьи и книги защищают диссертации а ведь по сути вся эта шумиха на пустом месте так как все это притянуто за уши ничего не накладывается как не верти в чем легко убедиться и домохозяйка потратив буквально минуты и никогда не было совпадение и не будет даже спустя тысячи лет еще более живучая легенда об астрономической точности пирамид каких только концепций и посланий не придумали авторы египетских околоегипетских глобальных конспирологических писаний базируясь на мнимой астрономической точности пирамид точностью ни у гиских пирамид никаких других даже отдаленно не пахнет примерное совпадение можно получить только растащив все строения во времени на 5000 лет с учетом смещения магнитного полюса и сторон света но даже в этом случае получится только очень приблизительная точность это только для одной из гиских пирамид сакральная геометрия золотым сечением великой пирамиды такая же сказка как пояс ориона кривая на это великая пирамида все стороны разные все углы гуляют ориентация не выдержана центр пирамиды попадает мимо вершины и это совсем не тайна существует немало исследований на тему несоответствий великой пирамиды но про них почему-то упорно молчат авторы около египетских исследований причем как официальные так и альтернативные следующее на что хочу обратить ваше внимание друзья это автографы древних египтян кавычках и вот на этой теме давайте остановимся подробнее ибо выпьющих фактов много но они все разрознены как разобранная мозаика давайте же сложим из этой мозаики единую картину обмана мирового масштаба мастера должны помнить в последующих веках теперь будем помнить смотрите ворота храма рамзеса 4 в карнаке а это если кто не знал 12 век до нашей эры по официальной хронологии под барельефами и иероглифами на этих вратах француз фаре очень скромно так увековечил свое имя в год больше всего похожий на 1812 фотография была сделана банфилсом в 1867 году о каких-либо ученых туристах и зеваках в означенный год речи в принципе быть не может карнакский комплекс еще на фото 1850-х годов засыпанный стоял фото из храма хаттер в дендере согласно официальной легенде древний храм строился в 2613-2494 годах до нашей эры реконструировался фараоном пиопе первым в 2310 2360 годах до нашей эры в нынешнем виде сделан фараоном птоломеем 12 в 54 году до нашей эры надпись выдавленная не без изящества говорит что ее сделали с у бруте и г джайн и еще двое в 1844 году но кто-то заставил сдалбливать надпись по высохшему блоку двоих отдал били но по какой-то причине это занятие было брошено надо ли напоминать что храм в дендере на всех известных фото еще 1850 60-х годов стоял засыпанный почти под перекрытие и до раскапывания храма из-под этого грунта никакие прохожие ученые зеваки не могли оставлять автографы а раскапывать его немецкий археолог и египтолог иоганн юмихен начал только в 1876 году этот автограф 1844 года могли оставить только строители больше некому вот так храм выглядел в 1850 году судя по всему сверху планировался еще один древнеегипетский этаж и какая-то фигура но обком поменял проект как это часто бывало и начатый египетский уровень снесли для сравнения и понятия о масштабе строения фото нынешнего вида но снизу потому что ракурс 1850 года без насыпного грунта невозможен а начиная с этого снимка банфилса храма в дендере мы можем познакомиться с куратором нескольких древнеегипетских строек важным деятелем цеха строителей истории на фото вход в храм дендеры его откопали причем сделали это недавно земля еще на всех горизонтальных плоскостях лежит с крыши грунт еще не думали убирать нынешний вид под грунтом открылся автограф си видуа 1820 года и антонио калви из рима 1841 года ранее на барельефе мы помним отпечатался 1844 год это значит только одно объект строился в 1820 годах а вход и выдающийся барельеф ему делали 1840 годах поскольку сам объект это колонна только что откопанной земли то туристов зевак ученых прохожих отметившихся на колонии ясен пень быть не должно это снова автографы строителей и чтобы больше уже не возвращаться к храму хаттер в дендере покажем еще одну часть упрощенную по ходу строительства на фото феликса тайнар до 1853 года есть огромные каменные блоки из которых намечен второй уровень все снесено в ноль в окончательной версии памятника истории обком часто менял проекты по ходу стройки тот же деятель древнеегипетской стройки видуа в том же году увековечился в медине табу в поминальном храме рамзиса 3 начатом официально в 1186 году до нашей эры и законченным императорами древнего рима для понимания что это и где это внимание на экран ворота к храму рамзиса 3 с внешней и внутренней стороны все это стояло под грунтом еще в 1850 году на грунте и на самом памятнике была деревня коптов так считается официально а в реальности это был лагерь строителей сами раскопки вообще начались в 1859 году поэтому никто кроме лиц имеющих отношение к стройке в принципе не мог лазить ниже уровня грунта очередной автограф товарища видуа в городе мертвых в луксоре 13 век до нашей эры по официальной хронологии не нужно иметь семи пяги во лбу чтобы понять что надпись продавлена кромкой круглого и ребром плоского предмета на предыдущих снимках 1850-х годов напомню грунт был еще на две трети выше высоты этих колон у шампальона под самые капители значит за три десятка лет до первого фото и за десяток до шампальона комплекс и достраивали автограф видуа есть даже в вики файлах он наставлен в крупнейшем в мире храмовом комплексе в карнаке в храме который также называют святилищем часовней фараона сети второго а сейчас давайте немного отвлечемся от автографов и выясним когда именно появился этот храм имеются очень серьезные подозрения что до визита вездесущего видуа этого храма вообще не было он не такой огромный конечно но не замечать его больше ста лет просто невозможно сначала современный вид карнакского храмового комплекса вот он снизу назван часовней сети второго в первом дворе под стенами первого пилона заодно любуйтесь сколько всего понастроили разные фараоны к нашему времени да каждый уважающий себя князь или купец считал своим долгом поставить храм хотя нет показалось первое по времени опубликованная схема карнака гомерическая это самый первый проект цеха создателей истории хочу особо подчеркнуть что стилистики фараонов традиции древнего египта пока еще не придумали изначально строящийся древний египет был частью классического античного греко-римского мира обособление под так называемую древнеегипетскую культуру будет происходить намного позже английский епископ археолог ричард паукок официальные годы жизни 1704 1765 побывав карнаке в 1737 году описал в книге 1743 года храм юпитера никакого храма сети 2 разумеется не было двор за первым пилоном слева от гербовых львов пуст кстати храм юпитера по этому описанию сделали в баальбеке египетский карнак с фараонами сфинксами поминальными храмами появился в книге изданные в копенгагене в 1755 году в лондоне в 1780 году и так далее автором этой книги был датский капитан фредерик людвиг нордан побывавших карнаке 1738 году в первом дворе разумеется пустое место вот он разворот посмертной книги датского капитана доминик виван динон главный ученый наполеона бывший в египте в 1798 году составил тщательный план карнака опубликованный в 1802 году естественно ничего нет за первым пилоном в первом дворе только колонны намечены еще для храма юпитера который позже сделают в баальбеке как мы помним в 1820 году появляется видуа и в 1828 году на плане в окончательном издании комиссии наполеона появляется нечто никак не обозначенное не имеющие облика одна площадка просто помечена часть территории едва видимым штрихом что-то будет а что строитель еще не знал так как путаница и бардак в обкоме были всегда в том числе и с проектами великих вообще отчет комиссии наполеона полностью изданный аж в 1828 году удивительный документ в нем точнейшие планы обмеры схемы храмов колонн идеальные прорисовки оснований стен других элементов сделаны в точном масштабе соседствуют живой графикой на которой эти элементы завален так что никто их не сможет увидеть обмерить и зарисовать вплоть до 1850 60-х годов когда они будут выкопаны из грунта другими словами отчет части схем и обмеров не что иное как цеховой план строителей памятников создателей истории часть объектов изображена явно избыточно то есть строители не доделали работу по постройке например вот это сплошное перекрытие великих колонн в карнаке так и осталось в плане в реальности строители даже не начали их перекрывать и только объекты которые еще строились представлены без подробностей или вообще не представлена в нем интересующий нас храм сети второго отсутствует у комиссии наполеона в 1858 году гравер луи феликс панель изобразил а фотограф феликс тейнард снял план карнака где площадка по-прежнему есть но объект не помечен буквами и не обозначен никак доделывается еще объект и вот план 1859 года а на нем наконец-то появилась светилище часовня храм фараона сети второго русский египтолог ученик шампальона его спутник сопровождавший метро в египте в 1828 29 годах карл рихард лепсиус издал четкий и ясный план который существует в этом виде на схеме и в натуре до наших дней так кто же отметился на основных стройках древнего египта задолго до их готовности и засыпания грунтом для последующего раскапывания археологами в том числе на памятнике вообще не существовавшим предыдущие 30 40 лет знакомьтесь пал пред мирового обкома в африканском историческом округе начальник цеха строителей древнего египта карла ведуа примерно вот так выглядел реальный цеховик реальный творец официальной истории чем он занимался в реальности и в глазах людей что делал где бывал с кем виделся про это нам красноречиво рассказывает итальянской вики и презентация от музея ведуа все это в открытом доступе можете сами проверить кому интересно ссылки в описании под фильмом в египет он заезжал несколько раз между встречами с императором александром первым в санкт-петербурге и встречами в сша с экс-президентами джефферсоном мэдисоном монро и действовавшим президентом адамсом проинспектировал стройки раздал указания инициировал новый древнеегипетский храм зарезервировав под него место в наследие шампальона отметился для своего удовольствия там где был ведь творцы истории они такие же люди и ничто человеческое им не чуждо затем он был по своим делам продолжаем про автографы древних египтян смотрим фото части филанского некрополя 1856 года из рамесеума заупокоенного храма рамзиса 2 по официальной хронологии построенного в 13 веке до нашей эры возле города луксора мы видим прием очень часто встречающихся на египетских памятниках сдалбливание фигуры или часть ее на барельефах с помощью зубила официальные ученые объясняют что такой долбежкой один фараон демонстрировал отношение к другому прежнему фараону возможно однако такой же демонстрации занималась любой кто выкладывал плитку в ванне или готовил стену под штукатурку неудачные забаркованные не получившиеся фигуры или части фигур на барельефах сдалбливались для оттискивания фигуры рельефной формой на новом слое а когда поступила команду сворачивать стройку бросили начатую долбежку и подготовленную поверхность как есть немного интереснее следующие фотографии из рамесеума здесь мы видим автограф с годом f джунг увековечился в 1837 году на сыром барельефе фотограф бонфилд запечатлел его в 1867 году серьезные подозрения что этой стены не существовало до 1837 года вполне подтвердились небольшим изысканием первым изобразил рамесеум знакомый нам датчанин нордан изучавший верхний египет в 1738 году в книге изданы в 1755 и последующих годах далее памятник изобразил динон бывший в египте в 1798 году издавший альбом в 1802 году третьим его зафиксировала комиссия наполеона в отчете который был полностью издан в 1828 году а вот так выглядел реальный памятник фото якобы 1890 года оба приписаны паскалю сибаху хотя фотограф умер за четыре года до этого но он действительно жил в египте и снимал его с 1873 года что больше всего смущает так это многотонные блоки висящие слева вопреки законам физики и полное отсутствие каких-либо частей обломков строений под и рядом с ним глупо исполнен проект что-то ведь там должно было остаться на земле отвалившись со стены оставив висеть эти дуры нет ничего огромная часть постройки отсутствует не додумал проектировщик исполнил без головы прораб этой части памятника очевидцы не видели своими глазами но имели примерное представление как она должна выглядеть то есть как всегда работали по эскизу у нордана на стене прягшие человечки на фоне из всевозможных предметов принципы египетского письма еще не изобретены стилистика египетских барельефов не выработано у денона и комиссии наполеона стена вообще пустая а кроме того число колонн у всех разное форма и высота стены размер блоков число рядов в стене элементы над капителями и перекрытие у всех разные ничего не совпадает с реальным объектом кроме идеи примерно такой стены и колон в реальности эти многотонные блоки якобы висевший тысячи лет над пустым местом вопреки законам физики оформили как часть утраченных во тьме веков и песке времен ворот отчасти повторив эскизы комиссии наполеона а теперь давайте присмотримся к правому нижнему углу внимание на экран так лучше видно кто бы вы думали отметился там наш полпред везде поспел прибыл дал указание делать стену а после начала работ завизировал ее в самом низу в первых рядах заливки причем видно что едва куратор поставил визу и отбыл как кто-то сердито затер его фамилию по уже изрядно затвердевший поверхности видимо непростые отношения царили в руководстве цеха строителей древнего египта под финиш возведение топ памятников но благодаря этим отношениям в том числе мы сегодня видим это строительство и сюда же как говорится до кучи про ремесеум не одними автографами и очевидцами подтверждается возраст памятника еще например этой железякой в перекрытии как не замазывают штукатуркой великий ремесеум а отщелкивается камень и вылазит посторонний металл законы физики увы на этом фото 1906 года мы видим очередной оттиск с автографом и древнеегипетской в кавычках даты фотография сделана во втором по величине после храма амонра карнаке храме гора в эдфу по официальной версии истории храм существовал с эпохи древнего царства заново отстроен династии птоломеев значит в двести тридцать седьмом году до нашей эры при птоломеи третьем эвергете закончен в сорок седьмом году до нашей эры при птоломеи двенадцатом неосии дионисии самые верхушки пилонов над песком открыла якобы экспедиция наполеона в 1798 году а расчищать храм от песков начал уже знакомый нам по карнатским открытиям египтолог агюст марриет в 1860 году шедевр древнеегипетского зодчества ставший прообразом современных сооружений в частности египетского зала музея изобразительных искусств имени александра сергеевича пушкина в москве но это все обман совершенно очевидно что надпись это отчиск в еще не застывшим бетоне очень явно читается часть фамилии ком-ла и год 1841 то есть еще до начала выкапывания храма агюстом ретом из песка а это роскошный снимок феликса банфилса 1872 года впервые в забутовке попадается вилка если кто не знал то ложки забутованные стены попадались и ранее например стенах скальных пород древнего крыма и каппадокии или скальном городе теперь кермен 6 век до нашей эры возвращаясь к нашему фото при заливке массивных элементов в них забутовывали всякий мусор и хлам и вот мы видим безобразное литье сердцевины колонны карнатского храма здесь забутовку попала вилка причем колонна выполнена настолько небрежно что элемент забутовки выходит слой отделочной штукатурки феликс бонфилс выдающийся фотограф из ливана переехавший из франции очень удачно запечатлел этот момент он сделал кучу фотографий автографов строителей древнего в кавычках египта на еще сырых элементах их древних в кавычках объектов показал как достраивали культовую колонну храма бахуса в бальбеке причем нашел способ сделать это так чтобы фото не было изъято каким бы то ни было цензорами его наследия показал массу форм для литья и опалубных грунтов в динамике на объектах древнего египта полтора века назад бонфилс был свидетелем следов строительства многих древнеегипетских памятников без сомнений понимал чем именно занимается цех создателей истории и постарался донести это в своих работах друзья рекомендую всем очень внимательно пересмотреть его коллекции например это фото 1854 года сделанное в храме амон-ра в карнаке гипостильный зал официально строился фараонами сети первым и рамзесом вторым в 13 веке до нашей эры обратите внимание все колонны как колонны несут на своих тысячелетних блоках вырубленные картинки письмена с богами и фараонами она завалившейся секции очень похоже на неснятую формовочную трубу по крайней мере никаких письмен на этой колонне нет официально карнакские колонны кристаллический кварцевый песчаник якобы вырубленный материал а вот материал формовочной трубы явный металл легко гнущийся лист медь это бронза или обычное железо уже не принципиально для палубки самих колонн лист гладкий а для нанесения узоров на колонну на листе чеканкой формировалась древнеегипетская в писание а затем готовая колонна штукатурилась и пока раствор не застыл лист с узорами оборачивалась вокруг штукатурки и рельефный рисунок отпечатывался на колонне часть древнеегипетских письмен карнакских колоннах делалась малыми фрагментами но наверху почти все рисунки письмена делались целыми формами полосой метровой и более ширины сразу по всему периметру колонны это очень непросто учитывая что диаметр этих колонн три с половиной метра и время затвердевания ограничено многим каменотесам нужно одновременно нанести на колонну пластичный слой и оборачивать его формой если какой-то участок высохнет раньше других его тяжело будет пропечатать а после снятия формы он быстро отпадет на нынешних карнакских колоннах мы видим во множестве как отпавшие участки так и отпечатки сгибов швов мест стыка металлических форм луксорские мега колонны делались также но в целом намного качественней не откажу в себе удовольствие еще немножко полистать старые фотографии развалившихся памятников сделанные до того как ими занялись ученые и реставраторы любо-дорого посмотреть на что-нибудь рухнувшее так как технологии и реальная история памятника видны как на ладони еще фотографии банфилса в карнаке от 1856 года здесь мы с удовольствием замечаем целый набор элементов армирования торчащих из рухнувших блоков если посмотреть нормальным взглядом неофициального историка на это фото 1856 года то мы должны спросить себя как это вообще может держаться два висящих ряда блоков каждый по много тонн по законам природы это не может держаться а могут эти руины арки держаться только в одном случае висящие блоки связаны сквозными железяками арматурами вкладывавшимися при заливке что впрочем и не особо скрывают вот она арматурина в расколовшимся блоке и в постаменте под обелиском тоже 120 лет спустя та же арка упростили конструкцию от греха подальше дополнительно укрепив ее стальными рельсами но абсурд остался банфилсу разрешили сфотографировать брельеф но на краю снимка он не просто так взял в объектив что-то такое изогнуто-граненное он еще и слегка заштриховал этот уголочек но не так чтобы закрыть а наоборот чтобы привлечь внимание причем сделал это сразу по негативу точно знаю что арматурины оставшиеся после рассыпания блоков сфотографированы им именно там храм герб хусейн рамзеса второго официально 13 век до нашей эры эвакуирован связи с асуанским затоплением друзья как вы думаете на чем держится многотонный блок опора под ним вообще никакой нет а учитывая расстояние между блоками речь о раскленивании вообще не идет все предельно просто там проходит железная арматура теперь давайте разберемся как все это строилось не нужно иметь семи пядей во лбу чтобы понять что восемнадцатых девятнадцатых веках когда не было подъемных кранов способных понять блоки в десятки тонн а равные и на рубеже девятнадцатых двадцатых веков в местах где невозможно поставить подъемный кран водрузить наверх сверх тяжесть можно было единственным способом грунтом по мере заливки ряда блоков подсыпается грунт и заливается следующий ряд по окончании строительства грунт вынимается при этом нужно понимать что сами блоки никто не ворочал их просто заливали поднося бетон небольшими порциями так делали на великих сооружениях типа карнакского храма где блоки перекрытия весом в десятки тонн якобы подняты на основании из колонн а палубным грунтом они ставились наверх это примитивный не технократический постапокалиптический способ на все времена при любом уровне технической оснащенности строителей и соответственно самая главная рабочая сила на всех мега памятниках придуманной древности это таскальщики грунта тут хочу особо подчеркнуть что за основу могли браться вполне реально существовавшие древние строения или их остатки поверх которых а порой даже за счет использования старинных каменных блоков возводились эти древнеегипетские в кавычках шедевры фотография 1900 года снова карнак храм амон-ра на втором и третьем уровнях все отлито идет удаление грунта плотным грунтом стены забиты уже наполовину тем кто будет вспоминать про сказочные барханы и пустыни взносившие громадины вроде карнакского храма доверху проследите за рельсами они идут под опалубный грунт то есть сначала были рельсы потом они засыпались грунтом они наоборот первобытный кран тренога из бревнышек тоже есть им конечно невозможно поднять многотонные блоки наверх но можно перемещать по второму уровню поправляя сдвигая подгоняя их согласно замыслу архитектора надлежащие места также можно поднимать бетон небольшими порциями трудящиеся древнего египта перемещающие тонны грунтов это женский пол разного возраста от практически детей до старух и у каждой корзинка мужик один о дальнем плане присматривай по возрастным и расовым признакам разнобой не мужиков не детишек при мамаш их нет одеты одинаково а самое главное заняты абсолютно дурным трудом бери больше не сидальше это раб силы ничего не стоит кроме пайки и зарплаты на смотрщику и может ходить так все светлое время дня прораб решил что так выгоднее чем привозить и монтировать кран либо кран невозможно и хлопотно сюда загонять и монтировать поэтому грузоподъемные работы делают как и всегда двуногой раб силой при литье на опалубном грунте естественно для перемещения таких объемов грунта нужно много людей и много времени а потому организаторы строительства древнего египта спешили и часто упрощали проект чисто по-человечески фотография невеселая нанесет себе много смысла она интересна в первую очередь тем что за год до нее грунтовые воды после нильского разлива свалили 11 крупнейших карнакских колонн и некоторую другую хлипкую карнакскую городе неужели кто-то еще всерьез может говорить что если они стояли до этого 4000 лет и ученые официально уже как бы восстанавливают их на деле доделывая за цеховых бракоделов их косяки клинья строителей в первую очередь за отсутствие фундаментов окончательно восстановят колонны в 1902 году а пока цех трудится бок о бок с официальной историей заканчивая свой строительный процесс вынос опалубного грунта здесь блок очень аккуратно накрыт щитом это нужно для того чтобы какая-то важная естественно высеченная в кавычках зубилом а на деле только что отлита из бетона древнеегипетская надпись заставала равномерно а не трескалась из-за очень жарких лучей египетского солнышка также отмечаем вторую ветку железной дороги ей была оборудована вся территория стройки структуру части древнеегипетских арок конкретно в этом месте уже чистовая реставрационная работа откровенный и нескрываемый бетон такими эти безобразно рассыпавшиеся стены с барельефами брак если назвать вещи своими именами и буду стоять до наших дней вот так это было любопытный момент в хронике раскопок города энхатона великим археологом и разведчиком участником раскопок меккен и куратором раскопок к носа джоном пенделбери этой съемок 1930 33 годов хроникер восхищается работой великого археолога приобщающего аборигенов к спорту очень спортивное занятие дети бегут с корзинками перемещают грунт на смотришь лупит их хлыстом весьма интересный спорт с большими традициями и глубокими видимо корнями вот так оно и было с грунтами только не виде спортивных упражнений а виде ежедневного труда запайку еды основной труд на стройках древнего египта перемещение грунта и компонентов литья когда официальные историки различные блогеры и комментаторы говорят о невероятных объемах памятников и немыслимом количестве трудозатрат они не представляют невозможности человеческой рабочей силы нереальных объемов памятников весьма скромных в сравнении с известными объектами например в теле асуанской плотины 17 объемов пирамиды хеопса и никто не бьет в барабан а о как это возможно даже пять ходов за час престарелой женщины семью восемью килограммами в корзинке позволит перенести полтонны за световой день а порции интенсивность трудоспособность строительного контингента были поболее раб силы трудилась до полной отработки ресурса сутками месяцами годами обитая под вооруженным присмотром в деревнях при объектах египетские многотысячные захоронения где на костях странным образом нет ни ритуальных принадлежностей не одежды не украшений нередко попадаются в мировых новостях друзья как говорится выводы делайте сами учитывайте информацию которую мы показывали в предыдущих фильмах складывайте два плюс два все же на виду этот фильм основан на материалах виталия сундакова и исследователя пишущего под ником горожанин за что пользуясь случаем выражаю им огромную благодарность а на этом с вами не прощаюсь самое интересное будет дальше благодарю за то что досмотрели фильм до конца всего вам доброго до скорых встреч